Настало время взбодриться. Все мы знаем, что зарядки от Айс можно проводить абсолютно везде. Вот мы это делаем на работе, так сказать, да, у кого-то на работе, кто-то дома, в офисе, абсолютно везде, где вам удобно, потому что зарядку, которую показывает нам Айс, можно трансформировать в любом положении, в любом здании, и даже на улице, мне так кажется. Доброе утро! Спасибо большое, что пришли. Да, действительно так, потому что здесь уже нету таких неких приспособлений, да, элементарно, там, стена, стол, стул, и мы можем начать, мне кажется, да? Да. Так, можете, в принципе, за столом это уже делать, делаем дыхательные упражнения традиционно, будем сокращать мышцы живота, на выдохе будем максимально зажимать, а на вдохе будем, как бы, дышать в своем направлении, да, сильно будем не напрягаться. Поехали! Самое главное – выдохи, вдох идет сам по себе, как губочка. Двумя ноздрями работаем, сразу, поехали, выдохи. Выдох, задерживаем дыхание, где-то 20-25 раз достаточно, будет голова кружиться, это тоже нормальное явление. Вдох, меняем ноздрю, зажимаем одну ноздрю, дышим другой, где-то 15 раз, находим ленивую ноздрю, грубо говоря. Я уже знаю, какая она ленивая. И на нее работаем где-то на 3 и на 5 раз больше. Поехали! Выдохи, выдохи, задерживаем дыхание. Делаем пока вдох, меняем ноздрю и сразу, выдохи, поехали! Выдохи, выдохи, выдохи. Да, можно под дыхание, да? Но дыхание сейчас мы меняем. Наполняем воздух вниз живота, живот, солнечное сплетение, легкий. Выдох убираем сверху вниз. Наполняем себя как сосуд. Снизу вверх наливаем как бы воздухом. И выдох убираем сверху вниз. Удлиняем дыхание, выдох должен быть длиннее, чем вдох. И все движения, которые мы будем делать, сопутствовать будет именно это дыхание. Не забывать про дыхание. Да, не забываем, потому что дыхание очень хорошо помогает. И потом, особенно кто хочет похудеть, непосредственно как раз в химическом процессе она участвует. Поднимаем плечевой отдел вверх. Ну, работаем вместе с лопатками. Хорошо. Вытягиваем руки выше и работаем уже вместе с руками и лопатками. Удлиняем дыхание. Не забываем дышать. Наполняем воздух вниз живота, живот, солнечное сплетение, легкий. Выдох, вперед руки. Сверху вниз убираем. Работаем плечами, лопатками. Еще. Сводим, поднимаем, разводим. Есть. Вытягиваем руки в разные стороны, как будто кто-то нас тянет. И работаем теперь не только плечами, но именно амплитуду от локтя, можно сказать. Поехали. Такие мелко амплитудные движения. Маленькие круги рисуем. Кажется, что уши не работают, а потом чувствую, что работают. Да, да, да. На самом деле, да. Это не просто вам руками лопать. Ничего отдельно не работает. Поехали еще вперед. Вроде корпус не работает. На самом деле у нас работает даже пресс. Хорошо. Каждый пальчик назад, когда мне приходит, например, да, человек, человечек, да, и говорит, мне нельзя на эту сторону работать. Или там какой-то у меня сустав нерабочий вовнутрь. Мы изолировали якобы движение в гору не может быть, потому что он работает везде. То есть, может быть, работаем спиной, включается колено, да, и когда не верят... Все взаимосвязано. Да, я привезла даже на работу книжку огромную, анатомию человека, и показала, как все связано. Ну, кстати, да, хочу отметить, что есть, между прочим, не просто тренер, а тренер, который постоянно повышает свою квалификацию, читает и изучает. Так что доверяйте. Зажимаем ручки, большой палец снаружи и в кулак. Кулак уводим назад. Да, стараемся. Это большая ответственность, конечно, поэтому нам, мы работаем, новые какие-нибудь, получается, исследования, мы должны это все включать вовнутрь. Тем более, мы работаем с опорно-двигательным аппаратом, да, включая полностью все тело. С восстановлением, да, правильно. Обязательно. А, думаю, что опорно-двигательный аппарат нас держит, то есть мы не на скелете, мы на мышцах держимся. Поэтому укрепляйте мышцы, и ваш корсет будет очень хороший. Держим ручки. Отлично. И с этой позиции мы уже локти, такое легкое вроде бы движение, но отвлекая на разговоры. Не знаю, мои руки уже не хотят этого делать. Давайте, давайте. Локти на линии плеч и вовнутрь. У нас еще несколько движений в этой позиции. Локти выше, плечи ниже. И разнобой. К ушам не пристегиваем плечи, плечи ниже. Хорошо, еще чуть-чуть осталось. Удлиняем дыхание. И не забываем дышать и улыбаться. В другую сторону. Давай, Саша. Я не знаю, что своими руками, но они уже горят. Руки вытягиваем, держим. И еще мелкомплитудное движение, которое чуть-чуть разбодрит. Так, отлично. Наклон. Отпускаем руки. Молодцы. Вроде и поболтали, и поработали. В принципе, можете сидя за столом, то есть в офисе, да? Доработать руки это классно. То есть это хорошая профилактика. Всякий мастер, хондрозом, шейно-грудной и так далее, и так далее. Плечевой, то есть все работает. Тем более мы уже руками почему-то уже ничего не делаем. Мы внизу. То есть выше плеч мы не поднимаем, к сожалению. Поэтому доработаем такой очень классный момент. Правая рука уйдет вперед, левая рука уходит назад. Мозг, так, сейчас. О, все, мило. Как в школе. Все, пошли. Когда же на кукультуру. Хорошо, если что-то теряетесь, не можете понять, в чем дело. Можете делать такой некий хлопок впереди. Вот, и сразу соображает мозг. Да, это такая тренировка, да, некая для мозга. И теперь меняем левая вперед, правая назад. Поехали. Еще чуть-чуть. Отлично. Еще. Я чувствую себя. Хорошо. И руки встряхнули, отпустили. Ну, уже молодцы. Да, согласны. Уже здорово. Так, с этой позиции мы уже поднимаем теперь ноги. Ноги дорабатываем, мягко поднимаем. Стараемся больше упираться опорной ногой. Пятки давим, носок давим. И здесь, когда мы поднимаем ноги, мы ноги просто поднимаем, да? Мы наоборот. То есть, если мы обняли руки, да, обняли руками ноги, мы стараемся как бы оттолкнуться от наших рук и чуть-чуть продавить ноги вперед. Тогда намного легче держаться и опора уже намного лучше держится. Есть такое? Да. Хорошо. Не просто обняли, держим, а наоборот отталкивайтесь. Грудь вперед, нога хочет уйти с этих объятий, да? Держим. Три, два, один. Такая просто мягкая такая нагрузочка, да? Поехали, обнимаем. Суставная такая хорошая. И так же продавливаем ноги, начинаем давить, и я уже нахожу такую хорошую опору и держу баланс. Держим пять на правую сторону. У меня очень плохо получается. Доработала, пока была тренером, на левую сторону. Все время показывала односторонние нагрузки, да? Поэтому асимметрично. Так можно проверить, да? Да. Куда больше у нас уходит нагрузка. Конечно. Отлично, отпускаем. С этой позиции мы ножки уводим чуть-чуть в сторону. Есть. Ага. И теперь мы мягко будем уходить направо и налево. Но мы будем делать это сверху, спускаться. Но следите, чтобы колени не уходили за пальцы ног. Есть такое? Да. Хорошо. То есть мы больше садимся назад. Если есть стул, можно просто так поставить и наблюдать, насколько вы уходите назад. Есть? Хорошо. Теперь мы с этой позиции будем уходить на одной линии, на линии колен. Плечи ниже. Хорошо. Но не прогибаем поясницу. Таз назад. Еще ниже. Как будто кто-то нас тянет назад. Мы сопротивляемся. Еще. Внутренняя часть бедра должна ощущаться. Еще раз направо. Налево. И теперь максимально параллельно к полу корпус. И мы делаем это движение здесь. Есть? Не знаю. Хорошо. Таз и плечи на одной линии. Колени не уходят за пальцы ног. Еще чуть-чуть. Хорошо. Остаемся здесь. Чуть-чуть наклоняемся. Таз уводим назад. Есть. Хорошо. Поднимаем ноги. И будем подниматься здесь без помощи рук. Пробуем? Давайте. Приподняли слегка. Отлично. И стараемся удержаться именно на самой низкой позиции. То есть не уходить вверх. И поехали. Внизу. Ну здесь я. Отлично. Если совсем сложно, переходите руками. Просто вот опирайтесь аккуратно. Просто перешагивать. Ну и желательно это делать вот прям внизу. И прям вот максимально на этой амплитуде. Корпус вперед. Отлично. Переходим с этой же позиции сразу в позицию в планке. Так. Угу. Есть. Хорошо. И мы поднимаем нашу руку вверх. Корпус раскрыли. Можно стопы чуть поставить. Грудной отдел вверх. Держим. Еще. Удлиняем дыхание. Стараемся оттолкнуться. Вытолкнуть грудной отдел вперед и вверх. И удлиняем дыхание. Рука помогает. Еще чуть-чуть. Хорошо. Отлично. Отпускаем. Переходим на локти. Угу. Есть. Но с этой позиции не прогибаем поясницу и обратно поднимаемся. Если сложно, вы делаете это с колен. В принципе, да? Там легче. Но я предлагаю ноги не поднимать. То есть пальцы, ног должны остаться на полос. Сейчас попробуем. И это делать упражнение. Я буду усложненную вариацию делать, Саша, чуть-чуть облегченную, да? Угу. Я сверху. Поехали. Раз. Ладони на линии плеч. Спустились. Ладони на линии плеч. И еще два раза. Удлиняем дыхание. Отлично. Есть? Да. Хорошо. Чуть-чуть таз назад. И еще раз подъем. Дышим. Вдох. Выдох. Отлично. И с этой позиции давайте развернемся уже на другую сторону. И поднимаем грудной отдел вверх. Дышим. Вдох. Стараемся вытолкнуть себя. Стараемся не лежать на плечах. Плечи отстегнуты от ваших ушей. Хорошо. Вниз. И здесь. Мы чуть-чуть поменяем нагрузочку. Колени сгибаем. И просто вытягиваем. Сгибаем. Вытягиваем. Угу. Сгибаем. Вытолкнули грудной отдел вперед. Стараемся не уходить тазом. Наоборот, в позиции планки. Это намного сложнее. Если сложно, конечно, уходите в позицию собака смотрит вниз. Еще больше. Нам рассказывают, что пора выкрепляться. Почти все. Ну, давайте вытянемся. Сделаем симметричную нагрузочку. Давайте. Грудной отдел вверх. Отлично. И не забываем. Уходим на колени. Любая нагрузка на планку, спина или корпус. Расслабили спину. Да. Мы обязательно расслабляем спинку, вытягиваемся. Поклонение. Даша. Поклонение вашим зрителям. Тем, кто выстрел с нами. Мое почтение. Действительно. И, в принципе, вроде бы ничего не сделали. Но сделали. Функционально все включили. Ноги у меня потом всегда трясутся. Поэтому хочу поблагодарить Айс за то, что вы всегда приходите к нам и всегда проводите с нами зарядку. Спасибо за доверие. Самое главное начать. Точно. Я абсолютно согласна. Самое главное начать. И это всегда позволяет нам оставаться в форме хоть даже один раз в неделю. Да. А вы всегда делайте то же с нами. И будьте готовы к нашей зарядке.